друзья всех приветствую на моем канале сегодня мы будем обозревать с вами unreal engine 5 на нем создается половина игр которые сегодня есть и включая пк и консоли и давайте откроем google chrome сегодня мы будем обозревать вот такой шаблон древняя долина я его уже скачал ссылки все будут в описании сам движок тоже бесплатен чтобы просто в нем что-то сделать давайте нажмем брауз и откроем этот проект первое что вы видите это системные требования и собственно можно задаться вопросом а как открыть уровень нажимаем контент далее раскрываем контент выбираем первую папку здесь мы выбираем maps и вот он уровень два раза нажимаем и так наш проект загрузился давайте это свернем unreal engine 5 очень красивый движок просто восхитителен он реально классный и фишка в том давайте сейчас кстати включу fps чтобы было видно у меня видеокарта 3070 nvidia вот здесь теперь fps вы видите как видите full hd и как бы немного 40 кадров в секунду и так полюсы данного движка это как минимум ну помимо вот миллионов плюсов да вот есть один прям значительный плюс это то что вы можете использовать модели любой полигональности то есть вам не нужно делать и для гейм-дизайна именно да там оптимизировать вы можете вставить супер-пупер модель и игровой движок в зависимости от того как мы отдаляемся либо приближаемся он будет сам это делать то есть не надо делать там низкого качества среднего и дальнего знаете как бы то есть и здание такие сначала появились коробка потом вот появилась точное здание вот здесь все это происходит в режиме автоматическом и так давайте добавим просто для примера источник освещения здесь вот у нас есть тень нажимаем правой кнопкой мыши далее нажимаем place актер и выбираем один из источников света ну например вот этот смотрите как круто тени в реальном времени все очень быстро обрабатывается и также у любого источника света есть много настроек переходим в детали и вот вверху у нас интенсивность кстати смотрите эффект блум или как он называется такое вот отражение прикольненько и соответственно есть цвет света смотрите очень классно любые источники света там до лампа какая-то такая сигнализирует надо бежать вот ну допустим красный и есть амплитуда до куда свет в принципе будет доставать ее также можно менять нажав скейл и просто вот все то же самое и так давайте немного побродим кстати давайте эту травку заберем и посмотрим от нее тень смотрите даже от травы есть тень собственно так выглядит процесс игры мы можем нажать левой кнопкой мыши и вот такую штучку мы отправляем первый раз чтобы просто осмотреться вертикальная синхронизация так понимаю в движке выключена и количество фпс смотрите маловато на видеокарте 3070 до всего 40 кадров full hd даже сейчас меньше в оконном режиме далее возвращаемся к девушке мы кстати видим вот есть turbo режим смотрите и такой ускоренный нажимаем x теперь поднимаемся нажимаем w и держим кстати смотрите вот здесь мы создали источник света да от ног есть тень тоже круто все в реальном времени и вот смотрите вот мы идем это скалу я поднимал это это не косяк этого андреал энджина и смотрите есть е нажимаем и источник света видели светит прям ей на костюм кстати этот проект весит сотку гигабайт это прям игровой режим давайте сыграем потом вам покажу как устроено текстурирование анимация сами модели насколько они детальны кстати здесь все сделано за нас просто идем w нажимаем она сама перепрыгивает возможно я стрельнул не туда давайте вот сюда класс разлетелось смотрите эффект пыли и вон он монстр с которым мы будем сражаться количество фпс сейчас прям проседало до двадцати пяти ну очень круто смотрите какой у него скафандр мощный кстати когда он будет стрелять он нас не убьет наша девушка автоматически выворачивается так сделано давайте звук уменьшу я уменьшил звук смотрите вот на стреляет она сама отходит от удара и давайте я сейчас буду ему убить в пузо ух сразу куда-то там попал в руку пробуем еще раз опа он загнулся ну и соответственно давайте ладно пока ему стрельным в ногу чтоб он мог еще раз у нас стрельнуть посмотрим на этот красивый удар были смотрите какой он масштабный вы даже не представляете насколько он детализирован это сегодня вам все покажу ну и собственно смотрите вот она сама до отпрыгивает искры даже камушки вон создались она она не исчезают на 5 плавали что это ну и соответственно давайте бьем в пузо а потом бьем ему скафандр и он собственно должен умереть вот заставка у нас происходит просто вау это реально движок нового поколения который будет во всех играх теперь кстати вот стекло мы видим ну и собственно вот мы его убили давайте теперь рассмотрим этот уровень и как вообще сюда перейти нажимаем escape мы сейчас находимся на старом уровне нам необходимо найти костер кстати смотрите какой-то дымок наш костер вот находится здесь давайте я ускорю камера спит готова и здесь мы подкрадываемся к этой штучке которая подходила девушка вот а далее нажимаем window и здесь data layers смотрите вот получается их всего три вот это скрываем этот скрываем и у нас остается только dark world но нужно чтобы он был видимый закрываем собственно мы вот появились здесь где у нас этот кстати обратите внимание как устроены камни горы вот допустим я выбрал куда участок да но допустим его подниму чтобы было видно вот он создаст под собой тень очень классно все мне нравится он смотрите как горы еще до видны вот этот эффект дыма тоже прикольно ну короче фишка в том что это мега детализированная смотрите я нажимаю скейл и вот по всем и по всему скейлу вот я увеличил смотрите была какая маленькая до моделька но смотрите какая она мега детализированная ну и в общем то давайте вот даже вот эти руины мы нажимаем си ну вперед и си теперь давайте рассмотрим с вами персонажей как они сделаны их анимацию нажимаем контент и здесь вот самого верха вот это вот синий принт здесь у нас есть вот характер персонаж и собственно выбираем девушку это у нас некоторые настройки и здесь выбираем мэш вот мы видим девушка нажимаем на нее два раза и открывается у нас отдельная вкладка кстати у нас сейчас это выглядит вот так тоже удобно для работы и вы только посмотрите здесь также можно менять угол обзора волосы у нее отдельная прическа детали очень прорисованные скажем так классные текстуры вон смотрите кожа окей ну и собственно здесь можно допустим взять ей руку это обычный скелет вот движение рук в общем так вот прикольно у нас получилось забавно можно он голову повернуть и здесь у нас есть настройки смотрите как много их это все отвечает за ее там ткани и там запястье и так далее ну короче на прям присматриваться он увидим даже мимика лица да у нее смотрите представляете сколько он настройку он шарфик двигается смотрите движение рта есть офигеть сколько настроек новым просто не за для анимации этого мне маски в instagram создавать давайте вернемся обратно ну и давайте волосы теперь посмотрим они находятся не здесь они вот смотрите вот где девушка у нас здесь у нас и волосы вот они наши волосы хорошая детализация и также у нас здесь состоит все из костей чтобы волосы могли двигаться когда девушка там бежит кстати вернемся к этому шаблону здесь есть еще отдельная вот анимация вот здесь мы сейчас видим анимацию в превью смотрите вставлены даже штучки которые от ног нажимаем пауза здесь все собственно так и сделано еще прикол в том что во время уже записано анимации мы можем делать что угодно например да там она например держит там в руке какую-то штуковину и при том мы можем сохранить анимацию ну просто чудо смотрите итак давайте выйдем отсюда возвращаемся сюда и давайте посмотрим отдельно как сделано анимация для этого нам нужно вот контент первая папка и далее здесь вот персонажи переходим и вот анимация и мы вот мы можем открыть любую анимацию посмотреть именно здесь как это записано можем нажать пробелы и посмотреть также по кадрам ну и собственно сейчас мы еще рассмотрим анимацию на примере соперника теперь нужен не контент папка а вот битва контент и здесь также заходим в папку синий принт и выбираем вот вторую папку вот он наш монстр всякие его настройки давайте выберем скелет здесь скелет отображается по другому смотрите два раза нажимаю вот он у нас такой но перейдем сюда и здесь есть вьюпорт здесь у нас он отображается полностью детализирован и качество деталей просто охренительная вы только посмотрите кстати мы когда приблизились видим вот как движок подгружает детали то есть они изначально мог быть low поле потом средние ну короче так все работает вот сразу анимация крутится и мы можем любую деталь выбрать и также перейти посмотреть чисто на эту детальку смотрите прикольно кстати мне нравится допустим шлем выбираю два раза нажимаю и шлем у нас просто вот как яйцо динозавра вот сейчас царапины появились все очень плавно ну и собственно давайте попробуем вот со скелетом скажем так поиграть смотрите он оставляет еще путь такой прикольный и давайте посмотрим какую-нибудь анимации в анимацию соответственно также вставляется уже звук здесь мы видим ключевые кадры анимацию персонажа мы также можем найти отдельно давайте здесь и вот собственно это же анимация здесь у нас ключевые точки есть в принципе как везде интересно узнать ваше мнение об этом движке с вами был артем майко надеюсь вам понравился этот обзор пишите комментарии подписывайтесь на канал всего доброго всем пока